Привет, зритель! Ты ждал? И это наконец-то пришло. Хоть сейчас уже 5 сентября. У одного моего бывшего знакомого по литературной бывшей тусовке день рождения сегодня, с днём рождения тебя, бывшей знакомой. Но он меня вряд ли смотрит. Короче говоря, сейчас будут пустые баночки за июль. Там одна была баночка пустая. Тире август. Я ещё так думала, может, тире сентябрь сделать, но хрен знает, как у меня в сентябре будет в конце месяца. В начале октября опять что-нибудь выйдет. Но у меня уже есть отдельный пакетик с двумя баночками с сентября. И отдельный жёлтенький мешочек с сумочкой. Что это? Из-под обуви. Короче, с пустыми баночками августа и июля. И сейчас я буду вот их доставать. Одна баночка не совсем пустая. Я думала, что она уже пустая, закончилась или вообще отмерла. Но когда стала убираться, протирать пыль со стола, обнаружила, что между завалами мубагги, бумажными завалами, книжными завалами и этой самой косметичкой и фрашевской лежит одинокая баночка. ла-фрэш, 100 миллилитров жидкость без ацетона, продаётся в магните. Магнит косметик, наверное, тоже продаётся. Короче, в магазинах магнита продаётся. Для снятия, хотела сказать, макияжа, лака. 100 миллилитров жила бы она до декабря 20-го года, но вот закончилась практически раньше. Так как у меня, кто в курсе и так вот давно уже меня смотрит, ну, хотя бы с весны этого года, то знает, что у меня там 3 месяца я боролась за жизнь ногтей моих, которые до определённого возраста у меня. сначала они росли, потом перестали расти. А потом внезапно после ветрянки начали расти конкретно. И вот решили они там поломаться, послоиться 3 месяца я с ними боролась за их неслоямость. А потом внезапно я забыла, что, оказывается, в Абхазии есть море. Я туда вот поехала, в эту Абхазию, а там море. И что, если лапы подержать в воде, даже не слишком много. Я ещё так боялась, думаю, блин, держу руки в воде, а там ногти-то вообще у меня ганьки откинут. Они внезапно, если в солёной водичке держать, то ногтям-то хорошо. А вот море-то внезапно ведь именно солёное. Короче, в общем, лаком я практически в последнее время не пользуюсь. Там в каком-то СМР, что ли, или в каком-то ролике я специально красила ногти. Может быть, на обзор запроса от Лёльки из Тюмени, чего у меня есть вот этих запасов рыльно-мыльного. Мыльно-рыльного. Ну и, в общем, лаком я практически не пользуюсь, поэтому у меня как бы, хоть я другую уже жидкость открыла на тот момент, вот тут у меня совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, тут её всё-таки оставить, эту баночку, уже не обозревать её пустой, просто оставить, мало ли я что буду, красить ногти. И тут вот остатками стеру, сатиру. В общем, вот такая вот баночка. Раньше я покупала, она, может, как-то по-другому называлась. Дамский пальчик, кажется, я в магните брала. Потом мне казалось, что ла фреш и дамский пальчик – это одно и то же. Ну, в общем, и ла фреш, и дамский пальчик вполне себе достойные жидкости для снятия лака. Да, тут нету как бы этого всего, ну, в смысле, ацетона, но есть какие-то другие фигни. А та жидкость, которую я сейчас пользуюсь, она пару раз уже была, наверное, в пустых баночках, и была, наверное, даже в запасливых баночках, хрен её знает. Ну, в смысле, в предыдущем ролике именно на камеру заснятой, и на телефонках я тут в последнее время что-то по мелочи снимаю. Ну, и, в общем, там она как бы с ацетоном, но она с маслом, не помню кого, и очень такая хорошая. В общем, неплохая жидкость, я вам советую, можно сказать, 5 с плюсом. У меня закончился. Крем для ног от подписчицы подарок от Лёльки из Сюмени. Экола, био, лаванда, крем для ног, питание плюс защита, масло, лаванды, смягчают, успокаивают кожу ног. Точно такой же есть ещё крем для рук, но я его ещё не открывала. Тут 75 мл, он был зафольгирован, вот так вот открывался. Там уже вот, ну, вообще вот всё, всё, что я могла, я выдавила. Очень хороший был обычный, ну, такой как бы обычная консистенция крема. Мне кажется, он бюджетный, ну, а может, нет. Ну, просто я как бы не видела такие крема. Я вообще благодаря моим подписчикам, дорогим, большое вам спасибо. Крема уже особо так не... Ну, а захожу в магазины, где они продаются, эти вся вот это вот, но мне как бы не надо покупать. Вот у меня ещё не закончился, никак не закончится. Последний крем и франшевский, который мне зрительница Лёль... И, пардон, Лёлька, говорю, Ирка дарила года два ещё назад. Я к тому веду, что у меня вот крем ещё, у меня бывшая подписчица-блогерша, Таня, фамилию... Таня Китаева, кажется, дарила, когда ко мне приезжала ещё на ту квартиру. Он у меня этот крем для рук деревня стоит, я его юзаю. Короче, кремов для рук у меня ещё дофига. Ну, соответственно, вот для ног тоже как бы... Я давно уже сама не покупаю. Вот иногда что-то так вот торкнет, вот хочется, увижу по скидке там, или в Ифраше внезапно случайно запёрлась, или в Гринмаму, или ещё как-то залезла на сайт. Ну, в общем, иногда покупаю, крайне редко, но вот так вот, чтобы по магазинам ходить, я не знаю, где его продают. Ну, в общем, с чем сравнить, с тем же вот, допустим, по консистенции, ну, может, и Фраше вот что-то такое напоминает, может быть, Вейван, что-то подобное есть. Хорошая, такая консистенция, нормальная, довольно экономичная, мне его хватило на 2 месяца. Обычно мне вот подобного тюбика 75 мл на месяц хватает, тут хватило на 2 месяца. Я им как бы пользовалась по утрам, потому что другой крем, который Лёлька мне подарила, Ивановский большая баночка, он ночной, и как бы у меня ближе всё-таки он ночным и является. А этот по утрам иногда, днём вот так что-то вот по душу залез, жарищу ножки смазал. Отличный крем, спасибо, Лёлька. Если вы где увидите, то я вам такой крем советую. Это у нас дело от России, общество с ограниченной ответственностью, НПО, Биакон, Плюс. Москва. Срок годности у него до 4 месяца, но он успел закончиться раньше. Ну и мне нравится сам вот этот. Цветовая гамма в дизайне. И лаванду я тоже люблю. Так, у меня закончился. На самом деле в деревне осталось ещё миллилитров 30. Даже, наверное, 20. Вот у него изменился дизайн флакона. Такой геморрный стал. То бишь сначала ты тянешь, а потом крутишь. Или сначала ты крутишь, а потом тянешь. В подобном флаконе, только другого цвета. У меня ещё бальзам для волос. Другой серии тоже от Гринмамы стоит в ванной. Гринмама формула тайги. Шампунь от перхоти. Лесная вишня и репеник. У меня перхоти нет, но я этот шампунь очень люблю. Он для жирных волос очень хорошо подходит. Мне кажется, он вообще для всех типов волос подходит. Но у меня волосы тонкие и жирные. И я пользуюсь им. Он мне очень нравится. У него аромат стал более как-то ярко насыщенный. И хотя вот по ГОСТу тут как бы всё тот же ГОСТ. 2012 года. 400 мл. 6 месяцев после вскрытия. ГМПродуксион. Гринмама. Точка ру. Но он стал более экономичный. Он как бы... Я отливала его во флакончик, который сейчас в деревне 60 мл. В Абхазию брала. Я его отливала также потом в деревню. И когда он на жире побывает, он становится очень жидким. Но от этого его моющие средства не меняются ни в какую сторону. Ну, в смысле, хуже не становится. И он очень концентрированный. И надолго его хватает. В общем, вот он у меня... Не знаю, когда. Ну, не так давно закончился. Месяца на 4, может, его хватает. Месяца на 3,5. Как-то вот так. Раньше мне, конечно, его хватало на полтора месяца. Ну, на приличное время. Но сейчас он не знаю, чего у него такое случилось. А так год-то как бы тот же. Но он стал намного лучше. В общем, если вы не пробовали Гринмаму и ищете что-то новое для себя. Вот даже чисто эксперимента ради. Я вам такой шампунь советую. Иногда его можно купить по приличной скидке в Гринмаме. По старой его цене, там, 2011 года. Иногда. Сейчас он идёт, по-моему, по 186 рублей на сайте. У них какие-то скидки идут. У них часто какие-то скидки бывают. На Азоне его можно купить. В сетевых магазинах оффлайновых. Это Ревгош. Улыбка, Радуги, Подружка, насколько мне известно. Ну и вот Магнит Косметик тоже. Я даже в Ашане подобное видела. Но вот у нас в Ашане немножко другая Гринмама продаётся. Но и не именно этот шампунь. Но вообще он встречается. Короче, в общем, советую я вам 5 с плюсом. Я его очень люблю. Если вы вдруг решили сказать, Лёля, спасибо тебе, что ты вот сегодня сделала такой перевод за день. Вообще я как бы перерыв на еду делала. Но у меня есть такая фишка. Если я делаю какое-то дело, мне его, допустим, сегодня надо сдать. Или большую часть его сделать. Если я выползла на улицу мозги проведать, а потом пришла, мне уже неохота этим делом заниматься совершенно. И так было раньше ещё в прошлой квартире. Это я ещё пока не пробовала. Так надо было, конечно, прогуляться. Потому что когда я сдала перевод, у меня голова такая дикая, мигрень была. Так дико хотелось на воздух. Короче, Лёля, спасибо тебе, что ты сейчас пишешь нам ролик. Хотя утром ты ещё чихала, и голова у тебя ещё не совсем прошло. И у тебя есть другие дела, и ты вообще устала, и могла бы там монтаж своять или ещё что-то. Но ты пишешь эти долбаные пустые баночки, которые мы ждём. Ты, мы поняли, очень любишь шампунь вот этот. Дарим его тебе намёк. Смотрите, блин, какая я наглая стала. Короче, очень классный шампунь, я очень люблю. Да ещё я люблю вишню. Ну, он реально божественно пахнет. И вот мой близкий родственник приезжала в деревню ко мне. И как бы сначала я не нашла, обычно я привожу какой-нибудь шампунь или гель, даже полноценный флакон. И тут думаю, ну как-то это, фиг знает, что тащить буду до... Ну, не то, чтобы не ожидала, что буду вот так вот, хрен знает как. Ну, привезла концентрат. Думаю, потом вот закончится, а потом ещё привезу. Там у меня мыло, к тому же, было. Как бы я в этот раз подумала исключительно о себе, а не о всех остальных людях в том числе. Потому что у меня как бы мыло кусковое. Думаю, помыться-то можно и мылом кусковым. И меня человек спрашивает, ты чего шампунь не привезла? Я говорю, а дура, в концейнере, скажем так, косметическом стоит. И вот человек заценил. Сначала вроде как поругалась, что он такой жидкий. То есть, я говорю, нальёшь сейчас больше этого жидкого и фиг смоешь. И вот реально хороший такой шампунь. А у человека густые и, я не знаю, нормальные. Густые и нормальные, скорее всего, волосы. Потому что у меня вот жидкие и тонкие. А я к тому, что он реально для всех типа волос. Крышечка где? Баночка есть. Крышечка куда? А вот крышечка. В общем, мне такую соль уже дарила Лёлька. Это соль от Лёльки, подарок из Тюмени. Подписчица моей. Она мне такую соль уже дарила. В одной из своих огромных посылок. Полезных, кстати. Лаборатория Катрин. Ароматы родного края. По-моему, один в один такая же точная соль. Была предвкушением праздника. Просторе русской земли. Захватывает дух. Красота русской природы. Бесконечный аромат. Руси уникален. Очень классная соль. Сейчас состав скажу. Манералы природные. Ну, в общем, короче. Морская соль. Апельсиновое масло. Мандариновое, имбирное. И ещё эти хлориды. И, короче. Во-первых, натуральный состав. Во-вторых, очень классная соль. Хватает её тут, ну, 100 грамм на ванну на 10-15 минут полежать. 36 месяцев срок годности. Хранить не выше 40 градусов. Я вдруг внезапно это прочитала. Лаборатория Катрин сделана внезапно в Челябинске. И у них, оказывается, есть сайт. Никогда не заброшала внимания. www.katrin.defislab.ru В общем, тут её хватает, скажем так, на 3,5 раза. Ну, меня даже получил, по-моему, на 4 растянуть как-то. В общем, классная соль. Можно с пеной для ванны каким-нибудь отваром трав. Можно с пеной для ванны, отваром трав, мёдом. И вот с солью можно. Просто с солью без всяких отваров трав, мёда и этой самой. Пена для ванны. В общем, очень классная. Спасибо, Лёльке. Классный аромат. Бодрит, очень хорошая. Соль советую. И опять же, не знаю, где продаётся. У меня закончилась. Это первая баночка. Баночка. Единственная баночка июля. Тоже, опять же, от Лёльки. Это из последней её посылки. Новый дизайн весна, 75 лет. Опыт работы глав. Аптека. Дягтерное жидкое мыло полезное. Одобрено медиками. Берёзовый дёготь. Природная помощь для профирактики козьных недугов. Натуральный антисептик. Противо-микробное действие. Снимает воспаление. Минус единственное, но очень-очень жидкое. Но, в принципе, это жидкое же мыло. Тут 200 грамм у нас. Номинальная сына после вскрытия 12 месяцев живёт. Хороший дозатор, удобный флакон. Правда, тёмный. И мыло-то само тёмное, это дягтерное. И вот я не всегда понимала, когда оно есть. Когда оно уже закончилось, вот давишь-давишь, я поняла, что его действительно там уже нихрена нет. Запах характерный, если вы не дягтерное, дягтерное. Я его стабильно дягтерным называю, хотя оно дягтерное. Проверочное слово. Дёготь. Если вас не напрягает аромат вот этого вот, то я вам советую. У меня вот в деревне есть кусковое дягтерное мыло. Как раз я про него говорила, что вот как бы им можно мыть голову этим кусковым. Можно мыть тушку. Есть шампуньки дягтерные. Вот это жидкое мыло. Может быть гели для душа есть дягтерное, не знаю. Ну, в общем, мне очень понравилось. За исключением, что вот оно правда жидкое. Ну, иногда вот как-то по-быстрому пшик. Оно вот так раз куда-то свалило. В этом плане оно не экономичное. Ну, мне вот его хватило на месяц этого флакончика. Но, Лёльке, спасибо. Классное мыло. И вам советую. Это не минус, что оно, допустим, жидкое супер. Но, как-то, вот, допустим, кремовое мыло, но более густое. Это не кремовое мыло. Видимо, я люблю кремовое мыло. Так. Это не косметическое. Но я иногда их обозреваю. Перекись водорода. 100 мл закончилась очередная. 3% раствора. Это вот кто стримы мои смотрит, я иногда уши закапываю. Ну, да, есть люди, как люди, а есть люди, как Люля. Люди, как Люля, промывают уши перекись водородом. Это вообще мне посоветовал Лор когда-то. Потому что как-то я училась ещё в педе. У меня что-то уши продуло. Я пришла к Лору. Он мне промыл, значит, одно ухо. Через полгода у меня опять такая же фигня. А я почистила уши. Пришла к Лору ещё. Как-то продула, я их почистила. Я так почистила, что у меня пробка образовалась. Я к нему пришла, он мне промыл. Через полгода та же фигня. Он, ты говоришь, это, спичечкой, как все люди. Говорят, да, вот теперь не как все люди, вот так. Короче, ну и, соответственно, не только уши, конечно, я и чищу. Вот там, знаете, вот рангом. Занозили пальчик, опять полили. Очень классная штука, короче. Хрен её знаю, сколько она стоит. Но как-то в аптеке, по-моему, когда за 7 рублей купишь, когда за 19? У меня внезапно закончилось. Не прошло и 300 лет. Минька. И Фраше. Секрет де Санс. Нероли. Парфюмерная вода. У меня такая же 75 или 50 миллилитров. Я уж не помню. 50, наверное, миллилитров, потому что парфюмерка 75. У них были туалетки. В общем, большой флакон у меня ещё живой. Я его помню, сама покупала когда-то. Мне он очень хотелось, понравилось. Мне оно такое вот и на лето. Мне кажется, на любое время года, под настроение. Но, может быть, даже больше на холодное, на прохладное лето. Вот как раз и было прохладное такое по большей части лето. Вчера было тепло, сегодня у нас. Вчера было 25, сегодня 18 градусов. Ночью был дождик. Но как бы всё равно, как бы хорошая погода. Осенью как-то погода даже по большей части лучше, чем большая часть лето была. Ну, не будем сетовать на погоду. Для кого-то идущих нормально. Короче, оно мне напоминает вот такую цветовую гамму, хочется сказать. Парфюмерную гамму. Не знаю, как правильно даже выразиться. Ароматическую гамму. Цветок апельсиновый фраше ещё такой есть. Я не помню, закончились. Мне это туалетка или нет. Но вот они мне вместе друг друга напоминают. О них что-то общее есть. А ещё цветок апельсина и вот нейроли тоже напоминают мне цветок вишни. По-моему, вишни тоже вот в фраше такая туалетка была. Утро в саду серия. В общем, вот мне оно нравится. Там даже ещё какая-то капелюська-капелюська осталась. У меня буквально на днях закончилось. Это вот третья с конца мыло. Факс, лесные ягоды, новое что-то там. Я вот такое мыло потом в чёрном коте у нас видела. Цену не помню, но, по-моему, что-то такое бюджетное. Сейчас скажу, сколько тут грамм. 75 грамм. Слушайте, вот не знаю насчёт лесных ягод, но так виноградным красным соком пахнет. Вот это изабеллы. Вообще шикарно. Мне так понравилось. И мне сколько руки мыло, сколько тушку мыло. Шикарное. Спасибо, Лёльке. Я в этот раз что-то решила складировать эти обмылочки. Тут как-то лежала с телефона, смотрела, по каким поисковым словам на мои ролики заходят, из каких видео на меня переходят. В том числе внезапно стало показываться. Ну, с чужих каких-то роликов на мои переходят. Там как-то, видать, мои ролики там рекламят. И вот они так идут. И некоторые ролики таки посмотрела. Нашла что-то общее с собой. Некоторые на что-то меня сподвигли. Я решила, пока складила эти кусочки мыла сушёные. Не факт, что я сделаю эту залипушку, но что-то, возможно, я сделаю. Возможно, даже запишу, как я это делаю. Так, у меня тут крышечка какая-то от чего-то. А, крышечка. Я не помню, говорила или нет. Это крышечка. Кот её всё-таки выкатил. А я эту пасту вскрыла и всю выскоплила. У меня, правда, ещё в контейнере, ну, там грамм 15 осталось. Я в деревню брала этот контейнер. Такой же контейнер брала в Абхазию с собой. Этой зубной пасты. Можно сказать, что она, в принципе, ещё не совсем закончилась, потому что в деревне ещё она есть. Но всё равно она уже в пустых баночках. Тут 130 грамм. Это корейская зубная паста с зелёным чаем. Чаем-пуэром даже. Пуэрти-стори. Чун-гуэн-ча-дзин. Пуэрти, чего-то там ти, ещё что-то там ти. А зёрна-чая, потом какая-то требуха-чая и листья-чая. Я не помню, сколько она стоила, если честно. Ну, где-то 100, может, 120, может, 100 с чем-то. Ну, в общем, 100 с чем-то. Дон-гуй. Дон-гун. Дон-гуи. Хрен знает, я даже уже не могу разобрать эти каракули. Тут у меня сложилось как-то. На озоне я её брала. В общем, мне она понравилась. Она такая не ярко-мятная, не специфическая. Там в каментах я читала, я долго её хотела, я полтора года на неё смотрела. Думаю, купить, не купить, купить, не купить, купила. Месяцев на 6, наверное, её хватает. Потому что вот иногда у меня очень много выкладывалось. А там буквально вот эта горошинка, вот, с пол моего ногтя. Бинна, наверное. Ну, гадь. И, ну, очень такая вот. Если побольше, конечно, она уже термоядерная. Будет во рту такой привкус, будет оставаться. Но она очень хорошая. Ну, учитывая, что у Люли где-то процентов 70 молочных зубов. Ага. Кто ещё не в курсе? Теперь вы знаете всё. Теперь вы в своей жизни всё видели и всё знаете. И, короче говоря, вот. Новые, конечно, не выросли зубы. Но и старые, как бы, не ухудшились. Хорошая зубная паста. Мне понравилось именно то, что вот даже она экономичная. Может быть, ещё как-нибудь куплю. Так, слушайте, у меня тут что осталось? А, у меня тут две бумажечки от мылков осталось. Сейчас бы. Вот это было вторым, которое я заюзала. Если у вас в мыльничку попадает вода, то оно не то, чтобы сильно так размягнет. Вот, допустим, большие кусочки по 160 грамм от Nefis Cosmetic. Мне Лёлька такие дарила. У меня ещё вот там они есть. Они классные. Но вот если попадает в мыльничку вода, они очень размыкают. Вот это слегка размакает. Вот есть как бы такой момент. Тут 90 грамм. Это у нас освежающий летний арбуз Палмалев Натурель. Оно прозрачное. Ну, с глицерином. Я люблю такие мылки с глицерином. У меня даже основа для мыла тоже с глицерином. Он как бы прозрачная. В общем, я им мыла тушку. Я им мыла лапки. Оно мне так нравилось. Я вообще от этого романа тащилась. Вот от бумажки не пахнет. В общем, спасибо Лёльке. Я вот даже не знала, что Палмалев такие мыльца бывают классные. Очень мне понравилось. И первое, которое я и заюзала из Лёлькиных мылок. Это было, когда у меня закончилась последняя ещё. Из её последней на тот момент, предыдущей посылки. Нефис косметик какое-то мыло. Большое такое. Вот я открыла вот это. Я ни разу не пробовала именно такие мыльца и фраше кусковые. Потому что один раз я у них пробовала. У меня было в наборе цветочная диска. Мыльца такое цветочком. Оно мне очень нравилось. Оно глицериновое было. Пахло цветочным диском. Оригинал он с этим красненьким. Я от него тащила. Кстати, у меня есть духи от Лёльки. От цветочного диска. Эти 50 мл. Красненькие. Я их юзаю иногда. В общем, мы фраше. Кто тут у нас? Малина и мята. 80 грамм. Я так от него тащилась. А я его разве что не слопала. Я им один раз даже волосы мыла. Нормально моют волосы. И тушку мыла. И лапки мыла. Так. Вот у нас растительный глицерин. Экстракт малины. Эфирное масло мяда. Перечная. Содержащаяся в парфюмерной композиции. Без парабенов. Необыкновенное ароматное мыло. На основе экстракта малины. Эфирного масла мяты перечной. Мягко очищает кожу. Образуя лёгкую воздушную пену. Вот сейчас чуть-чуть на меня. Вот я читаю. Вот так. На меня так пахнуло этим ароматом. Но напоминало. Вот как бы кремовое такое мыло. В общем, мне очень понравилось. Спасибо Лёльке за подарок. Ну и в общем, это были все мои пустые баночки. Хотя сегодня я очень хотела не отходить от темы пустых баночек. Я уже привыкла так вот, ну, с какого-то момента, когда вот я там… С момента уже как может год прошёл, как я записала тот стрёмный ролик в оранжевом халате, где я офигеваю, что существуют такие люди, которые смотрят ролики до конца, которые им не нравятся, чтобы потом высказать своё негодуе в комментах. Надеюсь, сегодня до конца этот ролик досмотрели просто нормальные, адекватные люди, которым нравится то, что я делаю, или которые случайно зашли на мой канал, им понравилось то, что я делаю, а не те, не только те, которые вот срут в каменный дым. Только потому, что они малахисты. Короче говоря, я потому, что думаю, вот один ролик именно вот пустым баночком, я, конечно, давно на камеру не говорила, не в телефон, а именно на камеру. Ну, как-то вот у меня от темы всё же отходило. В общем, всем спасибо за просмотр, всем отличного настроения, хорошего мыла и жидкого, и в том числе. Ну, и у меня, по-моему, тут всё, у меня никаких дизлайков тут не было, мне всё тут очень понравилось. Даже то, что это жидкое мыло было жидким мылом. Оно мне тоже очень понравилось, у него настолько классный аромат. Ну, да, возможно, я извращенка в каком-то плане, но мне оно нравится, этот аромат. Я вообще так подозреваю, что многие ароматы вот как аниме, ароматы как аниме, как чай. Практически чай и аниме, и ароматы под настроение. В общем, теперь точно всем спасибо и всем пока!